Я крайне краток, просто потому что, во-первых, все могут сами посмотреть, поскольку он на Нетфликсе, и даже есть русские субтитры, дубляжа нет на субтитрах есть, и, в общем, прямо вот я посмотрел немножко, буквально, первую серию ухватил, и дальше. Начинается он почему-то подозрительно похожий на пиратов, ой, господи, как он там, Карибского моря. Прямо, то есть начинается с казни старого пирата, все это выглядит действительно как большой костлей. Пират, не знаю слов любви. Да, но все это выглядит, они все-таки причёсанные, такие все модные. Просто, ну, в принципе, на самом деле, конечно, душевно получилось. А мы должны сказать, что это экранизация по мотивам знаменитой манды и тиры оды, Большой куш, Ван Пис. Да, он, кстати, по-русски Ван Пис, Большой куш так и называется, вроде официально даже, да, с двойным титром. Да, выходит в Россию. Да, да, и вот прямо, то есть это... И начинается тоже с маленького кораблика, одного маленького жалкого пирата, как и пирата Карибского моря, да. Но в целом, как бы, очень странное впечатление. Во-первых, всё такое яркое, конечно, эффектное, но ощущение большой косплейной сценки меня не отпускает, потому что всё равно всё немножечко такое. С другой стороны, реалистично Ван Пис делать смысла нет абсолютно никакого, потому что сама манга такая вся, как говорится, оверректа, да, то есть чрезвычайно чрезмерная. Переигрыванием. Да, да, с намеренным переигрыванием. Она поэтому очень лихо смотрится. Именно благодаря совершенно безумному накалу, который уже вот сколько там, тысяча шестьдесят три серии, по-моему, ТВ-сериала уже идёт даже. Не говоришь о том, что сколько манги выходят. То есть там прямо местами жёсткие есть сцены, то есть рейтинг там явно не детский, в общем-то, получается. И посмотрим. Выглядит всё немножко странно, как обычно. То есть, в принципе, я понимаю, что есть желание, как хорошую вещь, почему бы не экранизировать, да, вот это живьём. А с другой стороны, ну зачем? Есть, конечно, вот эта маленькая непонятность. А что с сюжетом? Расскажи, о чём это? Что же там происходит? Что же там происходит? Вообще сильно отличается от манги? Или это та же история положена? Да не, по-моему, не завязку прямо начали, да. Молодой отчаянный капитан набирает команду, отправляется в путь, чтобы получить титул короля пиратов и найти мифическое сокровище, которое вот тот старый пират назвал Ванпис. Есть один кусочек. И некоторые даже... Я помню, у нас когда-то японцы переводили это название как цельное платье. Потому что Ванпис это ещё... Да, в каком-то из буклетов я видел и такое название у этого. Но в целом они даже местами узнаваемые, похожие на себя в манге. То есть это как бы... Я могу рецензию уже Бори Иванова нашего, который введение японскую анимацию, нашего кинокритика, первого человека, который получил как бы официальный статус по японской анимации благодаря... Даже сказал, что первый человек, который написал книгу о японской анимации. Наверное, да. В общем, он говорит, что японский Ванпис, это, конечно, это Борина цитата, это, конечно, жалкое подобие левой руки, но Иньяки Годой, актёр, который играет, собственно, главного героя, он в главной роли реально тащит. С Луфи получился. Луфи, да, прям тащит на своих плечах. А вообще такое ощущение, что действительно остальные как косплееры выглядят немножко. А Луфи прямо вот он, он жжёт, он живой. Вот Боря тоже говорит, что я ещё не успел всё посмотреть, но буквально сегодня утром, в 9 утра, по-моему, они выложили сериал официально на Нетфликсе. И я не смотрел всё аниме, я не смотрел ни одной серии с 2019 года, жду, когда он закончит арку Ванно, чтобы посмотреть всё сразу. Потому что это настолько растянутое повествование, что смотреть его по серии бессмысленно. Надо смотреть арками, чтобы не потерять нить. А потом, что там ещё один из композиторов, кстати, Соня Белоусова, которая, например, в «Ведьмаке» написала песню про чеканную монету. Да. И, кстати, она же режиссёр первой серии тоже, который снимал сериал «Ведьмак», в том числе. Так что интересно. Сиськи на месте, извините. О-й-ой. Я бы очень боялся, что они что-то опустят. Но нет, всё правильно. Ну, потому что там японские были всё-таки у них контролёры и наблюдатель. То есть оно всё как бы работает как надо. Но, конечно, кринш-не кринш, но выглядит это не клоунадой, конечно, во многом. То есть прямо вот так. То есть странное немножко впечатление. Посмотрим. Но, в принципе, оценки очень хорошие. Сейчас покажу, что прямо сейчас показывают рейтинги. Ну, потому что рейтинги, сами знаете, накручивать умеют. Но как бы вот выглядит это, знаешь, бодрячком. Может быть, что-то наконец у One Piece получится. А сколько серий всего? Восемь серий, по-моему, целиком. То есть это по часу. То есть примерно где-то за восемь часов, если не перематывать, то... Каджи продакшн. Арбуз где? Арбуз где? На логотипе. В общем, вот эта вот картинка. Картинка, да, рейтинги у нас вот выглядят так. На Метакритике у нас вот такая оценка. То есть в целом 67 критиков, 20 критиков уже посмотрела, и 7,9 у людей. То есть такая, ну, немножко сомневающаяся. А зато на Rotten Tomatoes, на помидорах, там прямо вот зрители прямо уже 95%, а у критиков 80%. С утра, в момент премьеры, там было и вообще под 99, по-моему. Там вообще как-то безумие какое-то творилось. Но, в общем, не самый плохой, похожий сериал. То есть, по крайней мере, точно не то, что с Бибопом, Кабой Бибопом получилось. Да, там была совсем беда. Да, там прямо у всех было разочарование, да. Тут, похоже, действительно, они испугались, что гнев будет... Учитывая, что One Piece показывается, по-моему, до сих пор в Соединенных Штатах, то есть люди знают, о чем речь. Хоть он там и сильно видоизмененный показывал. Там все сигареты менялись на чупа-чупсы, например, а в оружие стреляли пробковыми этими самыми, пробки выстреливались в них, дорисовывали серии буквально. Но все равно они как бы в курсе. То есть выросло поколение на One Piece, и оно хорошо знает. Да, у нас, в принципе, по телевизору тоже показывали какие-то серии. Я помню, заставал на телеканале Fan, по-моему, еще где-то. Даже на дважды, по-моему, было. Так что, в общем, можем порекомендовать, наверное. Так что нацеливайтесь на Нетфликс, русский субтитр прилагается. Интересно, конечно. Ну, я, по-моему, после вот этой катастрофы с Ковбой Бибубом уже не ждали... Осторожно, палочкой, да. Чего-то прям удачного. Но, по-моему, уже как раз на прошлом деле мы говорили, что Этира Ода встретился вот с исполнителем роли Луфи и сказал, что прям как настоящий. И одобрил, в общем. Ну, вот, как и Боря говорит, что Иньяки Годой, главный вот этот актер, он прямо тащит. Вообще, интересно, знаешь, у них была переписка в Твиттере там между Нетфликсом и Этира Одой, и там прямо вот уже такое было впечатление на неделе, что они как-то, знаешь, попытка, вот это называется, как это, когда уменьшить масштаб катастрофы, попытка, что там прямо вот они тезисами, что прямо точную экранизацию сделать невозможно, всегда будут какие-то изменения. То есть это уже звучит так, как будто мы уже облажались и знаем, и сейчас будем вот, и уже извиняемся. Но я надеюсь, что не все так плохо, да. Потому что обычно такое пишут, когда говорят, ну, мы же старались и так далее. Ну, так что я думаю, те, кто «Пират Карибского моря» смотрел, то и «One Piece» нормально вспомнили. Так что я надеюсь, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.